Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Сегодня мы с вами будем работать в смешанной технике. Использовать будем гуашь и пастель. Приготовьте, пожалуйста, баночку с водой кисти, свою фантазию, воображение и не забудьте взять хорошее настроение. Ну что, поехали! Ну что, сегодня мы будем с вами рисовать на тему коты для умножения доброты. Я думаю, коты это близка всем тема, поэтому мы начнем сейчас с композиционного расположения в листе. Кот у нас будет находиться дома, за окном. За окном будет у нас круга и метель. Поэтому мы сейчас нарисуемся вот такое окошечко. Можно наметить подоконник. И вот здесь вот на окне у нас будет наш код. Намечаем раму. Так, на заднем плане можно сразу же наметить домики. Предлагаю делать это схематично, не прорисовывая сильно. Буквально наметить 2-3 окошечка. Можно наметить башенку с часами. Вот такие. Так, минимум, больше скандинавском стиле. Так. Ну, такие уютные очень, с трубами. На передней плане у нас будут наши коты. Котиков мы сейчас тоже наметим. Один котик у нас будет сидеть. Можно сразу вот так наметить спинку. Голову. Идем от шарика. Ушки. Ну, вот здесь он такой у нас будет толстый. Ножки у него будут как бы спрятаны. И хвост. Используем такие очень простые формы. Здесь у нас будут 2 наших кошачьих глаза. Носик. Носик сделаем небольшой и аккуратненький. И нарисуем вот такие вот. И замечательные, красивейшие усы. И рядышком вот здесь вот у него будут еще несколько котиков. Спрятанных в шубку. Это она такая мама-кошка. Или папа-кот. Вот. Ну что, теперь приступим сразу к работе. Вот так как у нас техника смешанная, возьмем пастель. Я предлагаю вам сделать фон в комнате довольно-таки светлым. Например, это будет более холодное. А здесь сделать более теплым. Как бы все озаряется таким теплым светом, домашним и уютным. И как раз таки теплые, охристо-желтые тона нам дадут возможность показать на сравнении теплоту домашнего уюта и холод, улица за окном. А здесь у нас такие уютные коты, которые очень хорошо и удачно расположились на подоконнике. Вот здесь вот линия, которая вниз уходит у нас, сделаем ее более явной, чтобы подчеркнуть край подоконника. Но при этом не делая ее черной. Раму оконную мы оставим белой. За окном сделаем более темный тон. Так как зимой темнеет рано, мы это тоже с вами подчеркнем. Можно даже еще более темным сделать. Добавим немножечко еще фиолет по цвету. Вот у нас будет вот этот котик. У нас будет вот такого красивого, голубовато-синего оттенка. Ну, он немножечко может слиться с фоном. Но сейчас мы сделаем еще домики, что отделить нашего кота. Пастелью мы сейчас зададим общий фон. Общий тон, да, нашего кота. Теперь давайте наши домики сделаем с оранжевыми, такими крышами. Наподобие таких таллиннских ютных улочек. Немножко приглушим домики белым цветом. Так как у нас немножко, ну, даже если пальчик тут испачкан, можно чуть-чуть оттенить синим. И добавим вот таких темно-синих, темно-синим тоном немножечко такой обвод. Можно обвести раму. Теперь еще раз отделим нашего кота. Так, ну что, теперь мы, наверное, с вами возьмем гуашь в руки. И будем использовать кот у нас будет такой синий-белых тонав. Можно делать такими вот носочками, носками. Вот сейчас благодаря, кстати, сочетанию гуаши и пастели мы выделим более ярко нашего кота. И так далее. И так далее. Можно где-то использовать даже фиолетовый цвет. Теперь возьмем тонкую кисть для проработки детали. Теперь возьмем тонкую кисть для проработки детали. Добавляем тонкую кисть для проработки детали. Сделаем усы. Добавляем тонкую кисть. Добавляем тонкую кисть для проработки детали. 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 Так, и глазки. Ну и еще один москотик будет. Он будет такой фиолетового цвета у нас. И еще один москотик будет. 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 Ну вот такой код у нас получился. И еще один москотик будет. В домах, так как зажглись уже огни, можно сделать желтые. И еще один москотик будет. Могут быть пятнистые, поэтому можно добавить тона еще. И еще один москотик будет. И еще один москотик будет. Ну и немножко оранжевого котом. Чуть-чуть добавим смену. Ну вот, почти мы завершили свою работу. Коты могут быть, конечно, у вас разные. Могут быть и зеленого можно рисовать, и желтого. Любимых ваших цветов. В принципе, тут нам никто не может сказать, как нужно. Потому что мы все-таки занимаемся творчеством с вами. Так. Ну вот такие котики у нас получились. Такая вот семейка на окне. Вот. Можете выполнять. Работы свои можете присылать нам тоже в комментариях. Ну все, всем пока. Удачи, творческих успехов! М��오 моря Мясо 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 Продолжение следует...